поздравляю всех любителей советского флота с днем в мф и с тем что в игру был добавлен нереально крутой супер корабль который обязательно станет гордостью вашего флота супер крейсер новосибирск который стал главным украшением дня в мф в мире кораблей жмите лайк и погнали разбираться почему именно но для начала поблагодарю каждого кто не позволил разработчикам сделать новосибирск очередным супер коры там ветки ссср вместе мы поднимали волну на официальных площадках и надеюсь повлияли существенно на судьбу корабля иначе объяснить то как быстро после предпросмотра стал меняться корабль в блоге не могу тем более что изменения происходили будто по прямой наводки предпросмотра чему я бесконечно рад потому что в итоге новосибирск стал прямым продолжателем ветки петропавловска и потому вызовет у вас либо бесконечную любовь либо жгучую ненависть зависимости от вашего отношения к бронебойному геймплею если вы также как я любите фармить цитадели то новосибирск точно станет вашим лучшим другом в мире кораблей жмите лайк если тоже любите бить противника прямо в сердечко весь новосибирск это делает так хорошо как еще никто не делал в игре сохранив точность десятки орудия увеличились в размере что улучшило одновременно и баллистику за счет тяжести снарядов и дало более смертоносный залп за счет альфы новых снарядов при этом снарядом уменьшили шанс на сквозняк что сделала новосибирск страшнее одновременно и для линкоров которые стаделиться только в путь и для картона по типу минотавра при этом была повышена скоростренность что уже выглядит неприлично хорошо башни кстати сделались быстрее чем у петро что в целом порадовало с учетом потери фишки разворота кормовой башни на 360 градусов но не орудиями едины живучесть новосибирска также впечатляет бронирование копирует основные направления петро носовой бронепояс броня во весь борт и бронированная верхняя палуба страхует крейсер от бронебоек при постановке носом даже при игре против ямато также это повышает защиту от фугасов сравнению с петро в любую проекцию но броня все равно не идеально и залпы в борт будут новосибирск карать по полной причем за счет более высокой стадели в отличие от петропавловска шансов избежать этот урон будет сильно меньше но с другой стороны нечего бортом танковать не просто же так крейсеру выдают для подкласса отличную маскировку немного хуже чем у петро но с учетом увеличения корпуса и запаса боеспособности разница 300 метров уже не кажется критичной и такая маскировка ведь еще сохраняет возможность отпугивать рлсом вражеские эсминцы короче передвигаемся между островами под покровом инвиза а в случае опасности делаем постановку носом и пытаемся уничтожить каждый угрожающий нам корабль покажу что именно я имею ввиду в боевых условиях дальше а перед этим закончу с ттх увы один минус из предпросмотра остался на месте видимо разработчики просто не досмотрели до конца мой ролик и не узнали что абсолютно нелогично корабль вышедший бы после войны в момент когда палубная авиация уже заслужила уважение и доказала свою эффективность делать с таким вот всратом пво сравнению с петро новосибирск увы страдает потому бои с авиками для нас будут болью но в остальном при правильном билде можно и самому нагнуть он кстати не отличается от того что я брал у петропавловска аргументация тоже начинаем с ускоренной перезарядки для встреч эсминцев а потом увеличиваем эффективность рлс так как базе она обладает малым временем работы потом берем отчаянно вы маскировку и бронебойщика в первую очередь а вот во вторую отличника артиллерии мастера борьбы за живучесть и но если есть возможность держать для новосибирска отдельного кп то рассмотрите возможность взятия перков на пво вместо живучести или бонусной силы рлс в модерках можно укрепить как обычно ключевые фишки корабля повышаем живучесть носом маскировку точность и скоростейность артиллерии чтобы карать цитадели как можно чаще но опять же чисто из-за недостаточного комфорта пво если вас уж совсем запарит а вики то рассмотрите в шестом статье модерку на вспомогательное вооружение она очень сильно повлияет на силу пво и изменит комфорт реализации корабля в рандоме ну а перед тем как перейти в бой попрошу не игнорировать вас возможность поддержать видео лайком и если разбор был вам полезен это мне очень помогает а еще порекомендую группу в телеграм где публикую новости и информацию о игровой халяве с минимальными задержками после анонсов полезно вступить если любите быть в курсе изменений в мире кораблей а теперь поговорим за тактику в сражении самый важный момент в реализации ветки новосибирска ветки ветки петропавловска это момент который вот находится в котором мы сейчас находимся в начале сражения когда мы видим карту когда мы видим сетапы и можем исходя из увиденного предложить куда же нам идти дальше она это очень очень влияет количество эсминцев и их направление то есть больше торпедников миша свободы в передвижении больше шанс из-за что нас больше посвятить могут есть авианосец огромное ограничение на передвижение потому что если вдруг что у нас и подсветит и подамаживаться короче сломает игру только так и вот этот бой и вот этот бойки в принципе но выглядит в целом весьма и весьма приемлемо я даже сказал хорошо торпедника всего лишь давая то дает не страшно огромное количество крейсеров которые для наших бронебоек но очень уязвимы а при этом и линкоры тоже не отличаются бронированием я думаю что если этот бой не получится затащить то или команда попалась неправильно или новосибирск попался бракованный сетап короче говорит все будет отлично и еще кстати не был немаловажный момент немаловажный фактор в том то что тут у нас острова так что есть огромные свободы в передвижении и много разных направлений откуда мы можем пострелять вариант я сейчас преимущественно вижу для себя либо так с учетом того куда зарезал а вот этот остров либо вот в эту сторону мы встанем и там может быть в процессе будем давить либо в эту сторону ставим если с этой стороны будет основной основной пул противников окончательно я решу куда я встану где я буду давить тогда когда эсминцы чуточку мне покажут где кто зачем и почему я более того скажу мне кажется что в этом бою мы можем вполне себе функцию кремля на минималках таки выполнить а может и на максималке ну да ладно ты конечно вредитель бросил бросил левый фланг без эсминцы я туда не пойду эдгар по правому флангу кстати ах ах как было бы здорово по подловим и невского в простреле ранее но нет засветился поздно уже снарядами его не доставали доллар ну оставляем сам он молодец сам выбрал такую тактику нам с ним короче не по пути ух ты тундра я уж подумал то что промахнулся не не промахнулся очень даже попал очень даже с цитадельками вот торпеды меня несколько смущают так бы стрелял стрелял благо перезарядка помогает позволяет но ее фанты конечно меня удивил решил без цитадельный бой он не устроить ладно в любом случае давим как и говорю как и говорил ранее сетап крайне говорящий хотя что-то справа фланги мне не больно есть кому поддержать резкий выход вперед никого как будто бы и не удивил даже я но мы раздамажили маленечко цитаделей вражескому линкору но решительно это на ситуацию не повлияло нам нужен фраг желательно 2 голова расступает это хорошо еще мне знаете линкор с борта не хватало бы есть вариант кстати осветиться дать попробуем воспользоваться прячемся 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 Кто же, зараза, меня так светит-то? А, вот, все, отсветились Блин, ну зато такой кусочный борт Но я не могу истерпеть Десятку раздали Отступаем ХП мало, надо подумать о своей живучести Бой еще не закончился Если мы будем так себя вести дальше, то он закончится без нас уже Но два лям на танковали, слушайте, очень недурно получилось Конечно, ушли прямо-таки на кропалях Был бы, знаете, на своем аккаунте с Кузнецовым Момент был прожит менее адреналиново Это нужно иметь в виду Отличный кэп, я думаю, на этом корабле смотрелся бы прекрасно Как, собственно говоря, и на любом другом На любой другой советской десятке Так, ну а сейчас нам придется некоторое время поиграть В очень осторожный, вдумчивый геймплей И стреляет только тогда, когда мы вот действительно Видим борт Неплохо, кстати, и в отступлении работает Башня прям вообще Радость-то какая Крутится быстро Сравнительно даже очень комфортно Стреляет Слишком часто Мне, к примеру, сейчас даже нет возможности Эту скрасненьку среализовывать Из-за малого количества хп Ну что, скажем Дружно Прорыв был сделан Но либо сделан не своевременно Либо подвела меня Рука и был выбран Не идеальный момент Были выбраны не идеальные моменты для стрельбы Либо упреждения Для стрельбы не идеальные Так, ну ладно Думаю, что сейчас вот сюда есть смысл Перебазироваться Остатки тут Идут тут И вряд ли они будут Совсем уж вперед идти Я думаю, в какой-то момент они подумают о циркуляции Ну я, по крайней мере, надеюсь на это Я рассчитываю на это И вот именно этой циркуляции я надеюсь Воспользоваться Потому что, как мне кажется Бой для Новосибирска все еще Хотя их, кстати, по 3 миллиона Станковано Но все равно Я верю, что можно лучше Хороший момент, да Но все еще риски Выше возможных Возможных побед То есть мы дадим туда залп Но дистанция большая Очень великий шанс То, что мы промахнемся Да еще и непонятно, где Йохан Где Тундра Накажут ли они нас за это Вот сейчас Хотя, конечно, можно уже Невский ограничен В движениях И И не был наказан нами За это Но, благо, перезарядка Позволяет еще раз проверить Да чтоб тебя Последний залп Из 7 стаделей Пропадаю за светом Да, пропадают Блин Непригод Не прет Ой, как не прет Ну все, короче Пришло время Тратить хп, видимо Угу Циркулируем Если что, готовь сразу к отступлению Йохан У меня в стоячем виде Вздрюкнет За счет бомб Не успел Открывать борт не хочу Даже несмотря на риски Ой Даже несмотря на риски Смотрите Все равно В тот момент Главное было Не отправиться быстро в порт Открыть борт Йохану Это Тоже получить У него бронебойки И отправиться быстро в порт Далеко не самый цитадельный Бой На Новосибирске Который мне удалось сыграть Который мне удалось Прочувствовать За время тестирования Корабля Так че уж там На Петропавловске Получалось больше Иногда Отстадались Но все равно Блин Пацаны Эта артиллерия Меня сейчас Радует Более чем Сейчас вот Гарчику осталось Не слиться Хорошо что он промахнулся С этим своим Как его Ускоренным Перезарядкой Видимо думал То что сейчас Быстренько меня доберет А не добро Ха-ха-ха А я его добрал Вот она Советская мощь Во всей красе Ну и дальше Идем Давим в общем-то Тундру Что я думаю Друзья По итогам Ну вообще Неплохо Неплохо Получилось Главное Как и всегда Правильно Прочитать карту И правильно Задействовать Все возможности Открываем Этой картой А дальше Радоваться И наслаждаться Происходящим Тундра Давай еще цитадельку Еще цитадельку Мне надо Мне надо Я тут обзорчик Пилю Гайдик делаю На день ВМФ Корабль Разбираю Обозреваю Ну дайте фражечек Пожалуйста Все Три Два Один Точка Есть Захват Корабль Уничтожен И сто А нет Все Я хотел сказать И на этой Радовственной ноте Бой заканчивается Но нет Есть где-то Эсминц Придется немного Подождать А пока это происходит Можно и подвести итог По итогу Корабль Пушка Не знаю Как еще Отразить Свои мысли О нем Безусловно Недостатки Тут есть В виде ПВО И уязвимых Бортов Но с первым Если вам Это прям таки Очень важно Можно справиться С помощью Пергов И модырок А второе Правильным Позиционированием В бою А во всех Остальных Направлениях Работа Над ошибками Была проделана Великолепная Корабль Получился Достойным Не согласны Напишите в комментариях С чем именно А я же тем временем Поблагодарю бустеров Чья поддержка Сохраняет этот канал На плаву В особенности Адмиралов Константина Пучкова Паранойя Алексея Емельянова Дмитрия Виноградова Чинджипоса Костяка Ташлыкова Михаила Рубцова Денчика Иванова Тему Казаринова И Максима Антюхина Спасибо всем За поддержку Пусть в рандоме Вам всегда будет Комфортно И приятно На этом точно все До связи И пока-пока